Ну, у нас начинаются драфты второй карты, и посмотрим, как Бум найдут или не найдут право на Ликвид непосредственно. Бум, да. Какой ордерочек у нас будет? Ордерок, ордерочек. У Ликвида, так, раз, два, три, четыре, пять. Ага, у Ликвид секонд. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Внезапно. И банят снова СФ, а Бум. Ну, праймал бы стали. Вот такие же, да, такие же, как бы, пораженческий майндсет, то, что с двумя ордерами банить СФ. Ну, вот как так? Ну, вот что, вы плохо играете с ним? Как на нём можно плохо играть? Это же СФ. На СФ всегда по кайфу играть, я не знаю. Конечно. Люди, которые не играют на СФ, Морфе и ещё чем-то я вообще соболезну им. Спасибо. Не, я имею в виду те, которые на кэре играют. Спасибо. Имел в виду тех, которые доходят всё-таки до групповой стадии отборочных на Интернешнл. Вот тут нужно играть всё-таки на метре. То, о чём мы говорили. Тут я не буду конфирмить или нет. А-а-а, вот так вот. Как бы это сами додумывайте уже там. Что бы он возьмёт на ферст пик? Снэпку или Тинни? Андаинга. Андаинга, наверное. Опять будет ковырять землю бегать. Я надеюсь, его опять против эти триплы поставят. Да. А вот вывалившаяся немножко ДПшка из всех вообще возможных драфтов. То есть она появляется периодически, но появляется в поздней стадии. То есть если мы вспоминаем, что было у нас на региональных квалификациях, там это был ферст пик герой. Ну просто есть вот эта тенденция, что хочется ауры взять, как бы бестмастеры там и так далее. Ну я не знаю, это, наверное, некорректно будет. Но просто есть персонажи, у которых лучше функционал, чем у ДП. Более попсовые, по всей видимости, в данном случае. Да, она просто в ранней стадии страдает жёстко от суммонеров каких-то. от какого-нибудь там просто casual SD пикни и всё, и она будет страдать, коровая бенша. Ну и не сказать, что у неё там какой-то хороший лайнинг, если она в харде сейчас стоит. Если что у нас будет? Энигма-таск? Да, надо, обязательно. Ну если дают, почему бы не забирать? Да, согласен. Осталось 10 секунд. Опять же, мы об этом говорили ещё и на первой карте, что Liquid просто не нужно усложнять сейчас историю. Вы просто берёте тем, чем вы и так регулярно выигрываете все свои карты. Есть ещё Клок. По данному? Да. Опа. Есть ещё Зомби. Ну это уже... Возможно, они вот этим пиком Зомби хотят подфорсить, побанить четвёрок во второй стадии. Знаешь, это такой этот микро-джиниус план. Вообще здорово, что Энигма в Мете, потому что с ней очень красивая дота. Как-то на профессионально английском языке называется Game Changer, правильно? Game Changer. Я всё, я понял. Я согласен. Спасибо. Менять игру. Вот уже и поменяли игру. Вот всё, игру уже не поменять тут, к сожалению. Саленсер. Нам бы в студию иногда Саленсер тоже. Я считаю, что Саленсер это вообще не контра Энигмы. Так и есть. Это не контра Энигмы вовсе. Кстати, по поводу опять же забытых героев Винтер Виверна, пропавшая, которые пытались брать против Энигмы, я помню, очень много на региональных квалах. Не всегда это доходило до успеха, чаще всего не получалось законтрить, но всё-таки тогда говорили, что вот, берёте, сбиваете, всё отлично, всё работает. Да, просто на линии, наверное, против текущих оффлейнеров слабенько себя показывает. То есть из этого больше всё выходит, что ты зачастую с ней не выигрываешь, а проигрываешь линию. Ну, ты просто на фарм стоишь, да, берёшь там Колден Брейд, стоишь на фарм, ты всегда приравниваешь всё это где-то к 50% либо меньше. Просто сейчас ещё такая метода, что, ну, большинство четвёрок – это все милишники, там, они могут либо с сапогом прийти, либо… Ну, в любом случае, любой нормальный милишник на четвёрке, он тебе не даст выпулить просто. Когда ты на этой виверне, ну, ты, по сути, стоишь за своим кором, реально Колден Брейд просто бросаешь. Грустно, грустно. Получается, из таких контрпиков Энигмы у нас что, Пангольер, Пангольер в бане, Рубик ещё какой-то есть, но Рубик уже не влазит. Рудж в бане. У меня была последняя надежда сегодня, чтобы вишенку на торте вот эту вонюченькую поставить. Вонючая вишенка. Все мысли только о тортиках у тебя, дружище. Вонючих, вонючих. Ну, не знаю, если ты такие тортики любишь, конечно, нужно… Да ты сам… Нет, я не говорил про то, что я хочу торт с вонючими вишнями, мужики. Левые обижаете меня, конечно. Опять отмена получается. Что? Да? Я извиняюсь. Столько вариантов уже было сегодня. Что ещё они будут банить? Давайте скорее решим за них. Вонючу какого-то героя, там, морфау надо забанить. Давай-давай. Если они не банят таска, им капут. Да они не будут четверг бань, слишком много, слишком большой вариаций. Я понимаю, но я уже просто видел фильм, который начинался точно так же. Как называется? Там все тоже сказали, что что за фигня у Liquid. У них тоже там была Enigma, Undying, Task. Там игра за 15 закончилась. Войд. Войд, да. Что у нас есть там для Матумбыча? Морфеций. Луморф остался. Морфеций. Лунка опять какая-то. Лунка, Морфеций. Про Сларка, да, вы вспоминали. Сларкич, да. Осталось 5 секунд. Матумба отыгрывал на Lifestiller, и сегодня даже вроде бы был матч у него. Героев миллион у него, на самом деле. Да, ты что-то не перебанишь всех. На Ликантропе был матч? Я как-то упустил. По-моему, они проиграли его. Да. Так и было. Вот пропажа Волка, по-моему, это то, что меня больше всего радует, потому что надоели вот эти игры, которые были примерно месяца два назад с ним. Мне не нравится. Мне вообще нравится Ликантроп. Нравится Волк, да. Крутой герой, да. Это потому что ты Волк. А, уф, уф. Всё. А, уф. Тин Ликвидс, turn to pick. Бум, Иск. Ну а и в Безишного Марса решили подбанить, и появляется Никс. Ну, не таск, так Никс. В принципе, плюс-минус ожидаемо то, что появится милишная четвёрка. У меня одного такое ощущение, что мы просто ждём, что напикают Бум, потому что неважно, что напикают Ликвид. Я не хотел этого говорить, но мы просто ждём, когда это закончится. Да, если честно, мне что-то так не очень нравится, это пик Никса. Осталось пять секунд. Мне кажется, может тут интрига создаться, если хорошо сейчас ответят Бумы, да. Вот этот Сайленсер, ну вот так вот меня смущает. Возьмите его, я не знаю, там, ну просто вот, вот Энигма Undying, да. Ну сразу возьмите Гирокоптера, найдите потом ему бавчик какой-то. Слардара, Вингу, что-нибудь такое. А на второй пик Пангольера вместо Сайленсера? Обязательно нужно брать… Он же не в бане был, получается? Обязательно нужно брать Пангольера тоже. То есть не доиграли уже Бум Еспортс? Ну нет, ну да. Но они опять захотели не показывать там Тине, что это может быть четвёрка или двойка. А вот такой вот… Бангольер – это один из самых высоких по тиру героев мид вообще в целом. Если, например, СФ-а нету в пуле, Бангольер постоит против всего вообще. Против любого героя постоит спокойно. Ну и не брать его – это вообще грех. Линовая разве что может ещё напрячь его, но меньше, чем СФ. Меньше, чем СФ. Меньше, чем СФ. Я не знаю, я тоже не понимаю пиканикса, честно. Осталось пять секунд. Вот с Таском ты сразу понимаешь, что Сайленсер на эту линию не хочет приходить вообще. Почему Никс? Непонятно. Извините, я махал скрингу. Ну, Скрин как заслуженный Таск 2015 года. Почему они морфа не заберут? Сможет рассказать нам, почему его здесь нет. Пусть заберут морфа, закончат за 15 минут и всё. Морф, по-моему, не очень быстро любят заканчивать. Я думаю, он быстро всех утопит с собой. Утопит? Ну, он же... Это же водичка. Ну... Или это... Или как это называться может? Минералка. Всё, спасибо. Да. Блин, я столько про доту узнал много нового за эти четыре дня. Но самое главное, это клыкар. Клыкар, самое главное. Схожу обязательно в зоопарк, поищу его там. Самое главное, что ты узнал за сегодня, нельзя говорить в рейс. В рейс, да. Такое ощущение, что послание не Диме сейчас было, но послание к студии. А кто его знает? Да, самое главное не говорить в рейс. А как надо говорить? Рейс. Как? Рейс? Рейс. Ну, проще говорить. Рейс пакт. Рейс пакт, да. Наш трансляция образовательная, друзья. Всё для вас. Да? По-моему, мы можем переквалифицироваться в многоязычную студию аналитики. Тут достаточно кадров для этого. Так и есть. Будет вот этот Сайленсер теперь страдать ещё от Вендетты и Санстрайка. Давайте так. Чат. Чат. Напишите, сколько раз умрёт Сайленсер от Санстрайка. Как много раз Сайленсер будет от Санстрайка? Ну ладно, считать это никто, наверное, не будет из модераторов. Я бы хотел предложить розыгрыш, но для этого надо было согласовывать всё с режиссёром. Но у вас будет чувство собственного достоинства, если вы угадаете эту цифру. Поэтому давайте, друзья, предскажите качество смертей. Да. Ставлю три. Три раза, думаешь? Да. Аркану подаришь за это, кому-то кто угадает? Было бы мне Аркану подарил бы. А ты представляешь, сколько Аркан пришлось бы подарить? Не-не-не, ну надо же первым ударить. Ладно, ты можешь быть прав, знаешь, в связи с чем? То, что он умрёт уже три раза от Санстрайка и Стана Никса, и потом уже Никс не захочет уже в него нападать. Надо же цель посерьёзнее будет искать. Да это жёсткая аналитическая работа, только что в игре произошла. Респект тени. Да, думаю пять. И вроде бы-то мы смотрим на драфт от Boom, там и Лина, которую мы хвалили, и Тайтхантер, который вроде бы там держит удар, всё хорошо. Это только Кирюха хвалил Лину, никто не хвалил Лину. Тебе не нравится Лина? Да пойдёт. А Плани как персонаж? Да, это жесть. Уволен сто процентов. Стендаперы, да? Развивают. Да я думал, у нас вообще короткая смена будет. У меня мозг закончился на первый день ещё. Так и планировалось. Ладно. Как бы я хотел, чтобы было. Да. Я хочу, чтобы была Лина Керри. О-о-о. Хорошо. И Тайт пятёрка. О-о-о-о. Тайт будет кидать гаш в Undying, и Лина будет сразу с пассивкой в семь просто под этот гаш лупить. Так, тут что-то не стакается. Почему? Почему тройка в Undying будет стоять на линии против Лины? Ой, ну ладно. Ну там, и Никса там, и Долона. Он сказал, как ему хочется. Вот он хочет, чтобы было так. Пускай, значит, стоит Undying. Я извиняюсь, что со своим мнением вообще разрушил мечты человека. Ластиллер против Enigma. Ластиллер Сансер против Enigma. Просто супер. Просто супер. Это сарказм. Спасибо, я тоже плохо различаю. Так это, кстати... Хотя... Да, это плохо. Во всей этой истории остаётся по-прежнему сларк для Матумба. Мне что нравится, да? Неплохой сларк. Зомби пикнут на 6.7. И почему бы не отправить двух силовиков к нему на линию? Отличный план, надёжный, как швейцарские часы. Ну, это не прям панацея, конечно. Но в этом что-то есть, да. Это прикол. Ну что, на чём будет у нас Матумбыч разваливать? Ему нужен, наверное, какой-то хороший core matchup. Может, фантомку? Сларк. Сларк. Всё-всё-всё, со стабильника. Сларк игра супер, да? Он будет стоять против крипов. Потому что он стоит с Undying против двух силовиков-милишников. Ну, либо, конечно, это будет... Ну, нет, не будет уже тайда пятёрки. Нет, это уже FBZ пикнул. Сларк стоит против крипов, да? Против ластилера хороший матчап. Что ещё надо сказать? Не будем обманывать никого. Инвокер убьёт Сайненсера пять раз на страйк. И хороший тоже матчап в лину. 2-0 Liquid. Поздравляем. Ты прямо экспресс сейчас, по-моему, расставил. Потому что будет происходить... 2-0, я думаю, да? Хорошая жизнь на Аэксу с Сайненсером против Энигмы на линии. Ладно, с Никсом, может быть, там чуть похуже будет. Чуть похуже будет, но... Да. Сердечком, Дим, то за кого, чат? Сердечком? За Бэтбум. Сердце болит. Уже на завтрашний день болит. Они ещё не играют. Нет, тут, я думаю, Liquid. Я думаю, Liquid. Классно будет всё. 2-0 и скоро будем отдыхать. Ну да, отдохнуть перед завтрашним днём действительно захочется командам. И нам тоже. Но пока мы посмотрим финальную карту этого игрового дня. Слово. Киберстепану Искрину. Да, спасибо. Действительно, сердце Димы Коваля надо беречь. А наши команды, конечно, с этим не особо хорошо справляются. Там стук стоит такой, что слышно отовсюду. Мы сейчас будем смотреть вторую карту этой серии. Liquid. На пикале. Ну просто очень хорошо. А вот Бумы, ну честно сказать... Не очень. Не очень. Да, буду согласен с нашей студией аналитики. Раскидали реально всё по полочкам. Всё круто. Особенно Дима Коваля. Там вот это авторитетное мнение такое было. Не поспоришь прямо. Уже неплохо разбираться начинает. Гордикты даёт, да, стопроцентные, мне кажется. И действительно, Liquid в очередной раз пикают очень сбалансированно. Очень всё просто и эффективно у них выглядит. И Бум! Надо как-то задуматься всё-таки о драфтах. Сейчас вот этот Найкс, который вылез на 23-й пик, очень нестабильно смотрится. Потому что его закрыли с Ларком. И насколько он себя теперь реализует. Да, в принципе, знаешь, Найкса, когда берут в Энигму, уже возникают некоторые вопросы. А тут ещё и... Ну, слушай, вот 1.42 на Liquid, 2.8 на Boom. Ощущение, что, честно говоря, ну как будто даже мало от нашего генерального партнёра BadBoom. Ну, прямо хочется, наверное, побольше туда залить. Хочется зарегистрироваться под баннером, по трансляции и получить 1000 рублей депозит, бонус от бюро депозита. Да, ну вот, собственно, у нас Liquid и Boom. Liquid показывают. Первую игру уже, в принципе, показали. Да, на что они способны, как они переезжают по-настоящему Boom. А вот вопрос к тому, как сейчас будут им отвечать с учётом этих пиков. Это... Ну, вообще, я не могу себе представить, насколько же нужно ошибаться всё-таки Liquid, чтобы эту игру проиграть. Ну, нет, можно представить. В принципе, они нам уже показывали, что они могут в каких-то моментах ошибаться. Но сейчас это действительно будет сложно. Да, многое зависит от линии. Тут, опять же, есть Snowball Lina, например, которая может свою линию достаточно неплохо выиграть под перетяжку к Лине, например. Тут, кстати, битва такая за руну. Сларк уже начинает нарезать стаки и воровать. Но вот без проблем всё-таки Тинни забрал баунти и тут 2-2 размина. Да, делятся 2-2 и спокойно расходятся по линиям. Мидлайн у нас инвокер против Лины. Епаж уже, судя по всему, немножко проиграл в стопе. Ну, хотя... Ну да, да, проиграл. Проиграл, и Микки будет поприятнее в начале. Ну, в любом случае, Лина, она как бы лучшая инвокера. Класс век стоит, это точно. Инвокер не так сильно проседает по здоровью, как обычно против Лины герои. Но, тем не менее, по хрипстату, я думаю, может отставать достаточно сильно, если Лина постарается его напрячь. Ну, будем надеяться, что у него получится, действительно. Напрячь 4 игры уже было сыграно на инвокере в этом патче. А вот на Лине пока игр мы не видели от Епажа. Вообще, он КДА дикий так-то. У инвокера 11 и 13. Ну, слушай, Лина на самом деле достаточно такой простой мидер. И ты можешь спамить постоянно. Но здесь есть ответ на это. Это как раз-таки квас-сфера, которая позволяет тебе неплохо схилиться. Ну, тут видишь, даже не столько в хиле, сколько именно в количество урона от атаки. У Лины по приятней тычке, анимации, инвокер, он все-таки квас-векс имеет достаточно мало урона. Поэтому придется, видимо, покупать какие-то статы, чтобы вот как-то в ровень идти. Пока что Микки очень круто справляется, 7-1 у него. И идет равно достаточно с ней. Бокси уже, кстати, обходит спину Епажа. Его подняли. Так можно и сейчас сделать ФБ. Как же круто на самом деле вышел сюда Бокси. Такой подарок для своего мидера принес. Это вообще внезапная такая перетяжка на 1.40. Очень мало мидеров, так скажем. И четверок делают такой килл ранний. И не ожидал абсолютно Лина. Действительно, очень крутой ФБ от Никса и инвокера. Инсайнен. Тут гоняет, пытается гонять с Кема. Но есть еще и Делоны тоже. Не стоит забывать. Куда-то улетел. Кто-то я как-то просмотрел этот момент. Ты увидел? Да. Свап линии на Х улетел. Против Сларка он, видимо, хочет стоять. Не хотят они ставить Сларка в Тайда. Потому что Тайд постоянно режет урон. А Сларк сбрасывает его за счет первого скилла. Матумба как раз еще не вкачал его. Но, тем не менее, против Тайда у него очень крутой матчерк. Не очень часто мы видим, как коры, когда коры выводят вот так линии. И сейчас Матумба показывает, что вполне может этим заниматься. Вводит под Т2 к себе. Будет сейчас спокойно здесь фармить. Да, такой прям солидный отвод. Не каждый день увидишь, как Керри сам себе вот так выпуливает и перетягивается. Матумба показывает, что что-то знает в этой игре. Да, Инсения здесь на топе. Тоже будет помогать своему кору. Ну, в принципе, слушай, я вот реально до сих пор нахожусь под впечатлением, скажем так, от прошлой карты. Как себя показали Ликвиды. Насколько они круто двигались по карте. Насколько они хорошо, в принципе, отыгрывают, нажимают кнопки. И пока что, ну, реально, не болеть за них тяжело. Слушай, ошибок у них хватает. Тут просто бум на фоне Ликвид смотрится прям на контрасте. Может быть, в этой карте они сыграют получше, но в прошлой точно они вот сами себе палки в колеса вставляли. И не получается у них реализовывать себя так круто, как у Ликвид. Но тут, опять же, по драфтам Ликвид просто берут лучших героев и им гораздо легче это сделать. Да, в принципе, сейчас, конечно, Дота реально превращается в такую игру драфтов. Все ближе, можно сказать, наверное, к шахматам, знаешь, уже становимся. И сейчас вот реально в самом начале, в самом начале чуть ли не решается 50% игры. Выход на Никса, выкидывает под ЕПАЖ. Ой, хорошо поймал на Карапаса. Ну, в принципе, бокс здесь, вероятнее всего, должен уходить. Тимс пытается его подконтролить, но вряд ли это получится. Как же он его байтил на эту воду? Стакан воды держал, но не дал. Не напоил. Да, и в целом, то есть, инвокер очень круто отыгрывает. Бешеный у него крипстат. Опять же, за счет перетяжки Никса этот фраг очень многое сделал. И сейчас он позволяет инвокеру находиться в топе нетворса. Да, и Лина отстает почти на тысячу. 700 голды, у них разница. Солидненько. Найкс выпал как-то из игры. Опять что-то про фенигмы. Убили ЕПАЖ опять. Микки очень круто разгоняется. Причем инвокер с ПТ-шкой тут. Да, ему дали стартовое преимущество с ПТ-шкой. Он прям заковырял эту Лину в соло. Крутая игра, крутое исполнение от него. Там и плотность достаточно высокая с этим предметом. И урон. Бокси, подкоп. Здесь Тимс будет пытаться выкидывать. Дождется вероятнее всех карапасиков, чтобы тот не смог их нажать точнее. Да, потому что пока те кидают. Ну, в общем, что, получаем достаточно такие приятные размены. Конечно, не хочется терять в этот момент Лину, которая у тебя на мидлейне стоит, является твоим чуть ли не основным героем. Но в любом случае это хорошо. Микки через ЕМП. И сворует немного маны. Тут какой-то вин-кондишен у Бум был именно через Лину. То есть она выигрывает Лину и самболит. Да, да. Сейчас из-за того, что и Никс ФБ на нее сделал с инвокерами, и инвокер потом соло ее убил. Уже достаточно сложно как-то себя найти сейчас будет в начале игры для Лины. И придется уже с догоняющей стороны играть. Это всегда неприятно. Там стоит в позиции Тимс. Возможно, будет выход сейчас на Микки, если он немного ошибется. Бокси тоже обходит. Да, ну. И Микки разгоняет всех с помощью ЕМП. Не находит здесь руну. С кем тоже перетянулся. Хотя бы Бокси бы подцепить. Хорошая гречка. И здесь, вероятнее всего, Бокси будет погибать. Получится ли забрать как-то Микки? Нет, они оба выживают. Да как же так? Тинни сейчас спас просто Никса и тинов на инвокера. Видимо, думал дать урон дополнительный. Но в любом случае его не хватало. Надо было Тинни тоснуть на ту же катапульту. И хотя бы один фраг сделать. А то слишком пожадничал он. Да, там не хватало урона по инвокеру. Тем более, он очень круто регенится сейчас. И вопрос достаточно большой только в этом плане, конечно. Почему не попытались добить Никса? Кстати, Тайд достаточно круто стоит сейчас против Энигмы. Обгоняет тоже на тысячу ее. Видимо, Энигма под фижи в этой галлонами. Это всегда неприятно для нее. Слушай, ну на Тайде в любом случае супер приятно стоять. Как раз таки против Энигмы. Это такой мега приятный лайнап. И мы наблюдаем сейчас бесплатную ставку 1000 рублей при регистрации от Бэтбум. Это тоже приятный, так сказать, уже подарок. Не лайнап получается, а подарок. Кликайте на баннер по трансляции. Нападение от Матумбы на Сала. С кем, вероятнее всего, никуда отсюда уже не уйдет. Потому что имеется там ба, и это замедление не позволяет никуда убежать с кем он. Да, также Веноморб круто замедляет, позволяет сделать килл. Сларку очень приятно. Скоро он уже будет шестой на седьмой минуте. Это очень ранний тайминг. И Сларк будет большой достаточно в этой игре из-за этого. Епаж пытается выйти в свой первый, скажем так, артефакт, который позволит ему регенить получше ману. Да и, в принципе, урона поддобавит. Выбрасывает из-под себя Тимс просто. Энигму, но это его не спасает. Легко. Все это дело заканчивается очередным киллом. С кем тоже цепляют. Убить вряд ли получится. Уходят глубоко под вышку. Ну, слушай, как-то прям вот они идут, идут, идут. Вот так какой-то снежный ком прям нарастающий. Как и в прошлой игре, в принципе, Епаж здесь на развороте на микки атака. Но не хватит просто-напросто никакого урона. А вот Блэкхолл на развороте позволяет убить Епажа. Нет, пока что не убивает то, что прилетает Тимс. Все это дело останавливает Раведж. Пошел, подцепили Мики. Главное, попытаться убить этого инвокера. Это получается. Дальше идут за Инсении. Инсению нужно попытаться как можно быстрее разрубить. Делает уже даблкил здесь Абези. Бокси. Получится ли его как-то цепануть? Нет. Отойдет. Ну, вот это то, на самом деле, что могут позволить себе сделать Ликвиды для того, чтобы отдать карту. Ну, может быть, не карту сейчас, но, в принципе, в перспективе. Просто вот такими наглыми, загульными какими-то выходками они дарят достаточно много бумов. Крутая перетяжка Тайда. Хорошая реализация Раведжа. Опять же, как-то Инвокер тут неуверенно сыграл. То есть, вроде он и хотел выйти, а вроде и Блэкхоллы хочется убить. То есть, если бы он как-то до конца боролся, то мог забрать, мне кажется, быстрее Лину и Саленсера добить. А так как-то он и хотел и выжить, и в целом киллы сделать по итогу. Удовольствовался он одним киллом и умер. Ну, я думаю, это, в принципе, не сильно порешало. Да, тут, кстати, видели хорошо достаточно эйпажа с помощью этого вардика в боксе. Просто улетит. Просто улетит. Да, стан в КД уже был. Ну, Сларк-то оставили на фрифарме, по сути. То есть, у него все хорошо. Там хайт перетягивается куда-то. Раведжа нет минуту. И в целом, то есть, Сларк, это винт кондишн для Ликвид. То есть, если у Сларка все хорошо, то Ликвид чувствует себя отлично. Если нет, то вот уже некому будет физический урон уносить. Тинокер все-таки с Enigma, они больше на Teamfighter расположены. Матумба, вот действительно, у него все круто в этой игре. 4200, очень много денег. И я не вижу, знаешь, что его должно в ближайшее время прямо вот остановить, чтобы он не продолжил остановиться все сильнее и сильнее. И, действительно, это тот герой, который может разгоняться, потому что он такие толстые, приятные для него, опять же, персонажи. Перетяжка пошла от FBC. Маны, правда, фактически нет. И это просто подкоп. Подходит Микки, поднял. Хорошо, АМП. Но тут FBC. Это, наверное, не тот герой, которого получится вот так легко убить. Пока нет Блэкхолла, вероятнее всего, стоит Хантером толком и сделать. Ничего не получится. Да, он толстый. Ну, в целом, просто разводят Ликвид на какие-то передвижения лишние. То есть, все правильно делают. У них там Undank, например, сейчас стоит, дофармливает какой-то свой левел золота снизу, потому что Тайт притянулся. То есть, Бумы опять играют от второго плана и Ликвид навязывают какие-то перемещения для них. Матумба Мэн. Ну, слушай, сейчас, наверное, вот им нужно уже будет скоро начинать собираться и пытаться делать какие-то выходы. Вот когда появится Блэкхолл, я предполагаю, что будет попытка, наверное, какого-то пуша в миде. Хотя Рэвидж есть. Опять же тоже, это достаточно сложно. Не знаю, насколько это возможно сейчас. Да, сейчас Блэкхолл он, да и в целом по игре, что-то Энигма не для Блэкхолла. Она для Аур как раз. То есть, Блэкгеймер, Райт Пакт надо как-то попытаться зарашить и уже после этого просто на вышки нападать. Глобал он уже сейчас будет. То есть, 11 минута, как бы, Сайленсер должен добраться очень быстро. Да и в целом, без Глобала достаточно много игрок, которые могут очень легко сбить этот Блэкхолл. Так что, я думаю, тут именно Бум хотят драться с Тайхантером, Рэвиджем и Сайленсером. Выкидывает наебажа, но, к сожалению, он, вероятнее всего, здесь погибает. Пока что захиливается, но это просто он тянет время. Ницине, ну, вытаскивает какое-то количество, так сказать, секунд для своей команды. Супер странная раскачка. В 3 он взял Soul Rip и ни Тамба, ни Дикей. То есть, мы увидели зачастую, то есть, как играют на турнире, либо Тамбу максить, либо Дикей начинают фармить. Либо вот с Тамбой идут, тимфайтятся. Тут же просто замаксили хил. По сути, пока что я не вижу, как круто было бы реализовано с ним в целом по игре. Дикей был бы лучше, как бы. Так, ну, смотри. Возможно, Дикей был бы лучше, конечно. А еще лучше. Это баночка Торнадо. Баночка Торнадо, у которой есть, на самом деле, вот невероятное многообразие вкусов. Каждый может выбрать себе из этой линейки любимый. Ну и, собственно, мы продолжаем смотреть эту игру. Т1 теряют бумы. Да. Вообще фри. Решили не дефать его никак. Хотя Рейвич имелся. Вот Саленсер почему-то до сих пор не имеет глобал. Он, видимо, либо его держит с киллпоинтом. Нападение пошло на Никса. Да, нужно пытаться его, наверное, как-то выгидывать под епажа. Нет, не делает этого Тини. Не дотягивался. Видимо, подняли в ветра Лину. Много времени выиграли. Линейкс, правда, погиб. Но это размен. В любом случае, Ликвиды не против такого размена. Дальше нужно гнать уже как-то с кема. Поймают его или нет. Да, бегут и будут ловить. Хороший стан от Лины. Попытаться бы как-то забрать здесь Мики. Но не получится есть глобал. Слишком поздно. Слишком поздно и инвокер просто выживает. Хотя, наверное, если бы чуть ранее дал, то шанс был бы. Да нет, его вообще тут не надо было давать. Сейчас вот окно появляется для Энигмы. Как раз кастануть его. Стамблер тоем. Напрыгнуть так внезапно на какую-нибудь вот как раз тайда. Или Найкса можно попробовать. Кстати, смог тут от Тини и Лины. Пытаются они дальше что-то пойти сделать. Как раз вот видимо убить Энигму. Да, чтобы этого окна как раз не было. И Зай подставится. Ну да, он в принципе показывается. Но уже смещаются. Видят Тимса. Тимса будут пытаться здесь как-то пробить. Правда здесь есть как же подкопал шикарно Лину. Епаж должен просто отсюда бежать. ТПА вот дает. Нечем сбить. Спокойно выживает. Но в любом случае хорошая работа. С кем этим временем убили. Дальше Матумба Мэна. Бези. Нападение. Можно ли как-то его забрать? Наверное нет. Ну просто нечем. Вообще его не пробивают. Но воруют стаки. Воруют. Это хорошо. Да. То есть в целом себя чувствовать неплохо. Слушай, это всегда приятно играть на Сларке против Тайтхантера. Ты прям совершенно не против, что ты его не пробиваешь. Да. Но это все временно. Сейчас появится дифуз. И как раз уже появился в Курьере. И Матумба уже заиграет новыми красками на Сларке. 67% побед у ФБЗ на этом герое. Три игры всего. Ну, получается две выиграл, одну проиграл. Да. Ну, в любом случае Тайтхантер такой герой. Больше командный. Статистка, наверное, немного. Матумба Мэн. Нападение на Ипажа. Правда, отсыпали гречкой. Пока что ничего не могут сделать Матумба Мэну. Выжгли все абсолютно мануэвбези. Они понимают, что они будут драться. Сейчас хороший Блэкхолл. Просто по троим должны всех засосать. Здесь Тимс не может ничем сбить. Дальше попытка забрать Ипажа. Запрыгнул в него Джекбокс. Правда, уже вылез. Убили Лину. Переключаются на Джекбокса. Тот просто танцуя. Нижний брейкданс уходит к себе на хайграунд. Матумба Мэн не убил его. Но это шикарнейший Блэкхолл от Энигмы. Боже, как хорош Зай. И как таймингово не было. Он прям увидел, что нет засыпки у Тини. И дал свою кнопку. Ну вот воспользовались они вот этим окном. Когда нет Глобала. Только сейчас он появился. И отличная реализация этого Блэкхолла. Действительно мало мы видим Энигм. Которые на такой ранней минуте выдают такие широкие и прекрасные Блэкхоллы. На трои. Мигги. У него уже есть даггер. Сначала Вичблэйд собрал. Вот сейчас уже имеется и даггер. Дальше будет БКБшка. Совсем будет тяжело его ловить. А Тумба просто уже бегает во вражеском лесу, как у себя дома. С диффузом. Хочет постоянно драться. А вот это не ошибка ли? Нет, его никак не нет. Ой, сюда подходит еще инвокер. Поднимает. Рэвэйдж. Но успел нажать ультимейт. Это позволяет ему пожить. Нужное время. Матумба Мэн отходит. ФБЗ уже без маны. Но он и без кнопок. Правда стики прожимаются на развороте. Будут пытаться забирать Андаинга. Они это могут сделать. Но слишком много потратили. Забрали всего лишь Андаинга. Это Равага. Да. Развели на рэвэйдж. Андаинга конечно зря подставился. Но в целом. То есть Матумба продолжает просто бегать своим диффузом. Бегать, прыгать, нападать. Да. И в целом то есть у Ликвид все отлично. Они довольны тем, что они держат карту за ними территориально. И по айтемам они по крипам перефармливают. Бум. Нападение на лайфстилера. И к сожалению. Джек Бойс погибает. Очень быстро выжгли всю ману. И за счет диффузов на старке. И за счет инвокера. Даже банально не успел рэйдж нажать на X. Это очень печально для него. И БКБ появляется у Линны. Кстати вот сейчас вот ответочка может какая-то залететь. Именно с таким таймингом. Надо пытаться идти и драться. С кем? Очередной килл. Супер приятно. У нас студия аналитики спорила. Сколько раз умрет с Алимсером? Уже четыре. Да. То есть Дима пока что не выиграл свою ставочку. А мы напоминаем, что с помощью Ока вы можете смотреть, перематывать матчи прямо в прямом эфире. Здесь нападение пошло на Энигму. Энигмы должны по идее забирать. Да, все это происходит через лагуну Блейд. И конечно же самые лучшие моменты, которые вам хотелось бы пересмотреть, вы можете увидеть на Ока. Да. И я пока что вижу, как Сларка не остановить. Он бегает и скоро у него Аганим уже будет. И вообще непонятно, что могут сделать бумы. То есть ни одного такого какого-то крутого АОЕ скилла. Да, там есть там гречка Тиня. Но это там все по факту. Там с реведжем может как-то если начинать, инста давать станд до его первого. А здесь на эфир без нападения. Все через колд снэп. Но он, ну вот он планированный, толстый. Да, он все сбрасывает, отходит. С кем? Это Саленсер представляется. Хотя тут Инсения, наверное, больше остался. Но Сларк тут как-то... Сларк сзади уже начинает нарезать. Джек Войс идет вперед. Рейдж уже проюзал. Не хочется драться без этой кнопки. Разменяли Инсения в схема. Самый главный минус в том, что Сларк набирает перманентные стаки. ЕПАш. Ну вот здесь Сларк абсолютно не против вот такого размена. Да, зафорчил БКБ на линии и продолжает Матумба просто охотиться. Он как будто папчик играет, знаешь, типа и постоянно вот разводит, навязывает противников на какие-то действия. Тимса сейчас найдет. Вот так встреча. Будут убивать сейчас Тимса. Матумба мэн. Как же круто его выкидывают. Слушай, ну там успевает Матумба нажать ультимейт с помощью этого выживает. Забирает. И на развороте аккуратненько, максимально. Микки откидывается Торнадо и МП. Уходят. Вообще не дают никаких шансов каким-то образом зацепиться сейчас за игру бумом. Да, отлично чувствует своего героя Матумба. И круто реализовывает все свои тайминги по айтемам и киллам. А также у них сам появился блинг. И сейчас вот будет такая крутая помощь. Если вдруг, опять же, какой-то саппорт или лино поставится первая под стан, то уже Матумба сможет нормально пробить. И украсть так. А пока что Free Roshan под бомбой, под лайфстилом. Матумба за все эти проблемы забирает. Да, это действительно легчайший, скажем так, камнеголовый, который достается сейчас с Ликвидом. Вроде как шли сюда бумы, но так не уверенно, знаешь. И тоже у тебя нет даггера. Это понятно, что у тебя нет даггера на Тайтхантере, но в любом случае. 1.05 на Ликвид, 9 на Бум. Бесплатная ставка 1000 рублей при регистрации по промокоду в приложении от нашего партнера Бэтбум. Так вот, я говорил про Тайдуху. То, что он идет пешком, он не может ни прыгнуть, ничего сделать. Да, есть, конечно, у них Принц Петтини, который отчасти может выполнять эту роль. Есть ли у него даггер? По-моему, нет еще. Пока что нет, насколько я понимаю. То есть, без блинков у Бума нет никакой инициации такой крутой, чтобы кого-то бёрстить и очень сложно будет. То есть, у вас есть сайленсер, да, есть глобал. Понятное дело, что против Эникмы больше, но в любом случае, когда у тебя есть сайленсер, ты хочешь, чтобы у тебя были какие-то инициаторы, чтобы они прыгали и бёрстили. Поймали здесь, к сожалению. Но Лини сделать ничего не могут. Да, да, да. Слушай, я просто думал, что сейчас кто-то подключится, но нет, он там один был. Да просто напрягают Ликвид, размеренно по карте. То есть, и Никс где-то что-то пытается разведить на ТПшке и Сарк там продолжает бегать. Сейчас, конечно, день и он не так вальяжничает, как ночью, но тем не менее, то есть, он занял вражескую тройку и чувствует себя отлично. У Микки появляется часть БКБ. Главное, вот когда он дофармит БКБ, для него эта игра будет совсем уже лёгкой. С учётом того, что у него есть Блинк Даггер, он может позиционку держать великолепно. И Матумба, продолжая что-то жевать, собирает себе Аганим и теперь может ещё сильнее сокращать дистанцию, ещё быстрее. Это, ну, реально, я не знаю, что у него там за жвачка. Мне кажется, он будет жевачить сейчас вражеских героев УБУМ. То есть, он настраивается просто. Аккуратно надо им быть, да. Он уже разрабатывает челюсть свою, так сказать, и будет грызть скоро и Сарк, и тогда. В целом, Сайленсер такой must have kill, наверное. То есть, если ты убиваешь Сайленсера, то уже Black Hole сбивать нечем. Я думаю, Зай в любом случае в БКБ будет выходить. И посмотрим вообще, как тут себя реализует. Да, вот он собрал Линзу и следующий айтем БКБ, даже БКБ, абсолютно правильное решение. Выход от Матумба Мэна. Будет сбрасывать от себя сейчас стан и Паша. Ещё один прыжок через ультимейт, но будет просто отходить. Ну, надеялся, мне кажется, что дадут БКБ здесь, в этой ситуации. Но нет, Лина не повелась. Ну, вот заставляют Ликвид собираться БУМом вместе и бегать, в то время как они разделены, то есть, и фармят гораздо больше. Постоянно форсят. Такой спейс для Энигмы, как будто, знаешь. Да. Собираться здесь. И вот БУМа рисуют. Они говорят, ребят, что мы собираемся вместе бегаем? У нас полностью есть открытый низ. Никто его не фармит. И по макро, то есть, опять же, Ликвид переигрывает очень сильно своего оппонента. Матумба ещё 2 минуты, а Егиса будут ли они пытаться его как-то всё-таки реализовать, собраться, забрать, может быть, какое-то внешнее строение. Не скажу, что это им даже нужно. Действительно, они просто создают вот это время, которое использует Энигма, которая нуждается в этом БКБ. И вот с помощью этого БКБ как раз-таки они смогут идти вперёд. И как останавливать Энигму? Абсолютно непонятно, если у вас сгрызли сайленсера. БКБ уже и инвокера появилось. И сейчас очень большие проблемы в БКБ. Да, уже ревидж, он не будет задевать БКБ героев. И достаточно сложно будет как-то кого-то... Вбези, цепляет. Сейчас дефузами. Пошёл. Хавай как под Алакрити. Приятно, конечно, играть на Сларке, но отходит. Побаивается в любом случае. Там, конечно, ещё минута есть Айегиса. Но, видимо, не в позиции все находились. Заколили отойти. Пока что подуспокоилась у нас ситуация. Да, но в любом случае, Ликвид, я думаю, захотят реализовать Айегис. Минута осталась. Т2 очень хочет с ним забрать. Матумба уже прыгает. Запрыгнул здесь в боксе, самое главное. И вот сейчас ФБЗ. Ой, как же круто. Всё-таки Матумба Мэн выпрыгнул из-под стана Лины. Дальше попытка забрать. Всё-таки как-нибудь ФБЗ. Он начинает по нему нарезать. Не дают особо это делать. Хорошо стоит Фрейдпакт, который, ну, частично, но он Останавливает вот этот пыл Ликвидов, скажем так. Забрать его быстро не получается, а вот эти 30%, если я не путаю, они действительно сильно сейчас мешают. Да, не хочется коммититься, когда этот Фрейдпак включён. И продолжают просто по карте закрывать Ликвид своих оппонентов. То есть им большего, по сути, не надо. Просто перефармливают и чувствуют себя отлично. Слушай, а запись с Пеной уже выходит в своё необходимое БКВ. И когда у Зая оно появится, вот этого я жду, на самом деле, когда оно у него появится. Он всё равно не даст свой ультимет, пока Саленсер живой. Я думаю, с Саленсером разберутся. Там есть кому разбираться с Саленсером. Он может хоть на фонтане стоять, честно говоря, типа, и выдерживать позицию. Это AOE Global. А вот здесь Замака от Ликвидов прямо сейчас мы наблюдаем. Но как будто бы, знаешь, разворачивается. Разворачивается здесь Инсения. Понял, что рядом с ним кто-то находится. И, к сожалению, вероятнее всего, он сейчас будет погибать. Успеет ли поставить Тамбу. Хорошо работает Шардик от Сларка. Спасает Инсению. Но Инсения всё равно погибает. Небольшая ошибка как будто бы от Ликвид сейчас. И там такой стан шикарный сейчас был, конечно, от Бокси. Но Инсения это всё-таки не тот килл, который хотят Бумы. Нет, конечно. Другой вопрос, что они вообще могли ничего сейчас не получить. Но получили. Вот Инсения в руках, чем Ликвид минус пять в небе. Неплохая интерпретация, Скрин. Неплохая. Епаж у нас смещается на нижнюю линию через ТП. Там, кстати, есть, в принципе, у него уже БКБ и Кристалис. Да. Становится ДД такой Лина. И, в целом, как раз, чтобы много урона было в команде. Чтобы хоть как-то они могли пробивать Сларка, Берсить. Потому что, если Сларка не Берсить, он будет очень долго жить за счёт Шарда, за счёт ультимейта. Надо очень в него прыгнуть. Либо Тинни, либо Тайду. Собрать блинки и начинать тоже. Иначе, не знаю, как должны выигрывать файт, если всё-таки Сларк, он прожимает все кнопки. Достаточно сложно его как-то поймать. И правда. И не поспоришь даже. Да, продолжают закрывать просто по карте Ликвид своих оппонентов. И ждут, видимо, следующего Рошана. То есть, никуда не торопятся. 6000 преимущества. Пытаются на ошибках как-то по макро поймать Бум. Но Бумы, они хорошо делятся на самом деле. 3 плюс 2 сейчас играют и тоже не подставляются. Они не подставляются. Но ситуация на самом деле такая, что вот прямо сейчас Никса, кстати, могут забрать. Подкоп есть. И даёт ТП-аут. А получится как-то? Нет, нет. Никуда его отсюда не отпустят. Джекбойс подходит. Делает несколько тычек. И там хватает урона за глаза. Да, Naix в рейдже спокойно справляется с такими тараканами и Никсами. И всё равно преимущество-то у Ликвид в том плане, что Т2 они снесли уже и фармит гораздо больше. Такие киллы как бы одиночные на саппортах, они по сути ничего не дают. Выигрывают какое-то время, потому что там вряд ли они будут сетапить их. Но всё равно сейчас уходят просто. Всё это время фармит и Нигма. Мне кажется, самое важное, что сейчас происходит, это фарм и Нигма. А ты рейтишь её слишком? Ну я... Почему не рейтить? Смотри, ну неужели Сларк не справится с Саленсером? Я понимаю, о чём ты говоришь, что он может стоять вообще в километре, но он не стоит в километре. И этот факт нужно тоже оценивать. И если он будет стоять в километре, тогда Сларк будет резать Лину. Оно тоже этого не хочет. То есть, знаешь, как бы выбор такой, что либо ты режешь одного, либо ты второго бьёшь. Ну то есть, ну как бы... А как выбрать-то? Нельзя же отдавать Лину? Если играть диффенсом, спокойно можно стоять где-то у своего Т3-Т4 Таура, сбить Блэкхолл, подойти вперёд. То есть, в любом случае, главное это сбить Блэкхолл у Саленсера. Он для этого истекла, по сути. Ну если стоять так далеко, а вот здесь нападение пошло на вези, как же много урона в него летает практически. Ой-ой-ой-ой-ой, какой филигранный Санстрайк дальше продолжается. С кем мы должны по идее забирать, там пытался его как-то поцейвить немножко. Я не понимаю, честно, но в эпицентре оказывается каждый раз, по сути, мог сбить Блэкхолл. Вряд ли это бы что-то поменяло, конечно, с такой инициацией от Ликвид. То есть, они нападают на Тайда, и Бумы просто не готовы никак драться. Опять же, чтобы выиграть любой тимфайт, Бумам надо нападать первым. Если они за счёт внезапного нападения убивают Сларка или Инвокера, это уже даёт им преимущество какой-то файте. Без этого они никак не могут 5x5 принять нормальный файт. Ну, нажимается здесь глиф. Развели, в принципе, на то, на что хотели. И сейчас могут спокойно пойти забрать Рошана, что они, собственно, и собираются делать. Да, Free Roshan сейчас будет для Ликвид. Всё в руках Ликвид. Вообще ничего не видят, но скан точный. Вопрос, на самом деле, достаточно открытый. Успеют ли они прийти к этому Рошану? Слушай, они так уже быстро, да, они так уже быстро Ликвид его забирают. Но в боксе абсолютно всё здесь палит, выпрыгивает, даёт тэп-аут. Прекрасно понимают Бум, что знают про них. Тэп-аут, это как он погорячился, можно было остаться. Ну, в принципе, да, достаточно далеко. Здесь Сларк, Рабага пошла. Ой-ой-ой, нужно как-то Сларка попытаться зафоксить, но не получается. Он успевает нажать свою ультимативную, уже практически погибший. Погибший лайфстиллер сидит в ибези, но будет скоро сейчас фуловый. Не хотят, Ликвид, и думал, продолжать драку, но за Рошана им придётся бороться. Если заберут сейчас Бум и Рошана, это шанс. Да, сейчас... Запрыгивает Тимс, какой хороший, какая хорошая. Гречка полетела просто по всем героям. Тут пытаются уже забрать инвокер. Инвокер прямо в самом центре, в самом центре драки. Инвокер выкупается. Разворот, разворот здесь пошёл уже в драке. Пытается Матумба-мен нарезать одного, убивать. Да, дальше второго, можно Лину, Лину нужно убить. Хорошо, Лину забрали, это Аегис, ничего страшного. Сала погиб. Остаётся Лина одна против всех. Ликвида опять вытащили максимум просто из этой драки. Как же они хороши. Они круто заигнорили Рошана, отдали его Бумом. Но за счёт этого выиграли в позиционке, и Старк просто всех съел. То есть они решили убить вражеских героев, а не Рошана. И, в принципе, их ставка сыграла свою роль, и им успешно получилось это сделать. Слушай, ну, Микки был в самом центре, в него влили огромное количество урона, огромное количество контроля. Он погибает, выкупается, прилетает практически моментально. И даже до того, как прилетел уже Санстрайк кидает. То есть, ну, всё работает у Ликвидов сейчас как часы. Они прекрасно понимают, что они могут даже погибнуть, если что, и вернуться всех убить. А вот Бумы таким не располагают. Да, и уже убивают Бараки, в принципе, Бумом. Да, это будет минус Бараки. Сейчас тридцать первая минута игры. Ликвиды нереальное количество преимущества имеют. Пятнадцать тысяч Нетворса. Это круто для тридцатой минуты. И нет реведжа. То есть, как будут драться сейчас Бумы? Непонятно. Главное, как круто начали. Как круто начали Бумы. Туда запрыгнул Тинни, засыпал гречкой по-троим. Ничего не могли делать Ликвиды в этой ситуации. И всё равно они умудряются перевернуть. Да, с байбэком. Сларк даже решил БКБ купить. И вот твоя любимая Нигма собрала тоже БКБ. Ну, наконец-то. Сейчас это очень много надаёт для Ликвида. Пауэрспак какой жёсткий. Трикор с БКБ. Могут просто пойти. И их очень сложно будет убить. Также Слор Крест забытый появляется в ондайнга. Будет он бустить Сларка. Для Сларка всегда айтемы на атак спид. То очень много дают. Разрывили тут очередной раз бумов. Тимс в позиции. Будет прыгать прямо сейчас. Боже, как хорошо сделали всё. Просто подняли дальше. Попытаются как-то боксить. Здесь хотя бы подцепить бокси. Будет погибать. Да, везде наперёд запрыгнул. Здесь Матумба Мэн начинает уже нарезать. Джек Бойс пытается что-то сделать. Но он просто уходит. Он просто уходит. Он не может здесь ничего сделать. Матумба Мэн ещё и по ДД находится всё это время. Как хорош Матумба. Слишком много у него предметов. Его не остановить. Ну, в целом, просто фри игра для Сларка. То есть, опять же, ставили такой лос-пик для него. Хотя он показывал уже много раз то, что это его один из сигнатурных героев. И Бомбы как-то очень так неряшливо отнеслись к этому. То, что в плане драфтов ставить его на лос-пик. Матумба наказывает. Матумба карает за то, что недооценивает его. И показывает, что в очередной раз то, что стоит этого героя убирать как минимум во второй стадии. Как же круто. Всё-таки Ликвиды сейчас в Юла подняли Тинни, когда он запрыгнул. Если ты обратил внимание. Я даже не знаю, кто первый, получается, прыгнул. По-моему, первый всё-таки прыгнул Сларк. То есть, не настолько всё было идеально. Но, я имею в виду, идеально как бы для мувика, скажем так. Но, в любом случае, прыгает просто Сларк туда же запрыгивает мимо него Тинни. Тинни моментально поднимают в Юла. Он не может раскастоваться, как он хотел бы. И дальше уже всё намного сложнее провернуть для Бум. Да, пока дегера нет на тайде. Я не вижу, честно, как должен выигрывать с этим файт. Хоть как-то. И уже преимущество огромное у Ликвид. Просто сейчас у нас вторую сторону. О, здесь выходят. Пытаются они как-то это дефать. Но очень тяжело. Будет падать Барак. Первый уже упал. Второй тоже на полуиздыхании. Бокси. Ай-яй-яй, ай-яй, ай-яй. Запрыгнул слишком далеко. Есть БКБшечка. Нужно нажимать. Нет, пока что не нажимает. Ждёт, ждёт. Пока будут нажать Глобал. И кажется, что Тинни уже никогда не вернётся в эту игру. Можно попытаться Джек Бойса тоже заковырять. Сларк на Матумба Мэнни очень круто исполняет. ФБЗ отходит. ФБЗ отходит. Пока что живёт. В Райспакт убили. Это лёгкий Барак. Сларк на Матумба Мэнни, говорит? Да, да. Сларк на Матумба Мэнни. Именно так. Это какой-то инсайд, походу. Это инсайд. Да, неплохо. Ну, действительно. Такое чувство иногда бывает, что тут Сларк играет на Матумба Мэнни. И, в принципе, исполняет очень круто. Опять отдают просто сторону без какой-либо борьбы Бумы. И очень сложно сейчас что-то им посоветовать. Потому что, опять же, очень сильно отстают они сейчас. Джек Бойс выходит в Кирасу. Хекс уже появляется у инвокера. Опять же, очень много даёт в плане фокуса. Захекс, если Лину. Там Скади летит для Матумбы. Вообще не будет Регена. Плотность какая-то катастрофическая. 2600. Осталось какой-то башер собрать. И вообще тогда будет 10 из 10 билд. Билд. Прыгают. Поймали, кстати, на первый. Могут сейчас его попытаться как-то забрать. Здесь есть, конечно, Глобал от Саленс. Райета. Позволяет. Позволяет всё-таки заковырять этого Сларка. Хотя бы сейчас Равага не со мной. Вот она вроде бы била Сларка. Но дальше-то как продолжать? Они просто сыпятся все. Без Реведжа они не могут драться. С кема? Никуда отсюда. Вероятнее всего. Ладно. Ушёл. Вот сейчас произошло то, что должно было происходить минут 15 назад. И просто тайду надо было купить Даггер. Из-за того, что он не взял Даггер, не было вот этой резкости. Сейчас вот они спокойно забрали Сларка за счёт того, что он прыгнул с Даггера. А до этого они уже очень много всего отдали. Несмотря на то, что убили сейчас Сларка, вернуться в игру не получается. Потому что теряют они и своего Керри, и Лину. Это такие два больших персонажа для Бума. И поэтому размен всё-таки в любом случае за Ликвид остаётся. Бокси подходит. Поднял здесь Тинника. Но есть Форсик. Спасают. Но тут под Тинни особо никого не было. Там, конечно, и Бокер рядом. Но не думаю, что они вдвоём прям так нагло полезли, пока ломается нижняя тир-2 вышка. Да просто сейчас пойду третью сторону забирать. Потратили Global, потратили Ravage. По сути, у Бумов аутов не остаётся на 5x5. У Ликвид всё есть. Развлекается Бокси, конечно. Для того, чтобы сломать Т3. То есть вот ставится Томба и, в принципе, этого достаточно. Главное её сейчас позащитить немножко. Ну и чтобы Матумба занялся своими делишками с Бумами. Я думаю, Джек Бой сейчас пойдёт ломать Томбу эту, вероятнее всего. Больше некому. Единственный имеет БКБ. Пол хп у него уже осталось. Матумба вот уже подошёл. Нападение на ФБЗ. Второй раз его поймали. Несколько Форсов подцепили Матумбу. Но он пока что находится в ультимейте. Да, начинает нарезать по епажу. Епаж под БКБшечка пытается убежать. Есть всё-таки инфест. И это спасает, ускоряет здесь Лину. И позволяет убежать. Да, и как-то не спешат теперь Ликвиды. Будут ждать ещё раз Рошана. 45 секунд до него остаётся. Хотят прям супер на Верочку сыграть. С другой стороны, опять же, реведжа нет. И вот Бумы очень рисковое такое решение предпринимают. С другой стороны, есть шар тут тогда. И, в принципе, если прыгнуть с Даггера Шарда, то можно как-то подстанить оппонента. Да, здесь у нас действительно есть шанс. Прямо сейчас нужно попытаться поймать Матумба Мэна. Он просто один, но он использует ультимативную и уходит. Опять использует ультимативную и уходит. Вроде вот пытаетесь вы что-то с ним сделать, но это неуловимо. И он действительно скользкая рыбина. Вот скользкая рыбина, она выскальзывает из рук Бум. И они не могут ничего с ней сделать. Един раз, по факту, они её вот адекватно убили. Когда потратили в идеальный тайминг Равагу. Но по Тунду драться не могут. Прекрасно сейчас понимают, где находится Бум Ликвид. И, возможно, за счёт оппозиции попадут. Да, у них кушается база. Должны оставить здесь и Сало, и Тинни. Тинни уже начинает нарезать Матумба. Сало тоже будет сейчас погибать. Сало погиб, Тинни погиб. Есть байбек у Саленсера. Это, наверное, ну, знаешь, такой микро-шанс. То, что хоть что-то сможет сбить Блэкхолл. Хотя Блэкхолл сейчас вообще вот... Знаешь, это такая... План не то, что Б, а план... План С. Да, там больше. Да, и просто Матумба продолжает бить бараки под бафом. Есть Равага. К сожалению, есть также у всех. Боже, хороший Блэкхолл. Сразу же Глобал. Выкуп был. И останавливает здесь Энигму. Наваливает Матумба мэна по Джекбойсу. Джекбойса забрал. Переключится дальше на Тайтхантера. Гуд гейм. Гуд лак, пишут. Здесь Бумы. И... Очень круто. Сыграли Ликвиды. Проходят они... Я так понимаю, что у них сейчас. Верхняя сетка или всё-таки нижняя будет? Не скажешь точно? Да, я не думаю, что пока понятно. В принципе, они претендуют на верхнюю сетку. Но вот опять же, Бумы – это не те соперники, после победы над которыми можно говорить, что всё, Ликвид попадут в верхнюю сетку и всё, они круто играют. То есть, понятное дело, что Бумы на фоне Ликвид смотрелись не очень. Но, тем не менее, как бы у Ликвид тоже есть свои косячки. И против команд посильнее они будут проявляться. Слушай, ну Бумы на самом деле много на фоне кого смотрелись. Спасибо.